Здравствуйте! Работа депутата областного собрания включает в себя и обязательные выезды, что называется, на территорию, встречи с населением, представителями местной власти, общественных организаций, предпринимательских кругов и так далее. Многие депутаты так и поступают. По крайней мере, для меня это очень большой и важный пласт работы. Только на местах и в живом общении можно узнать о настоящих проблемах, в решении которых мы и должны принимать самое непосредственное участие. И вот в очередной раз, побывав в нескольких уголках родной Архангельской области, везде слышал о новых проблемах с получением полюсов ОСАГО. Говорят, что достать их стало практически нереально. В день продают всего по несколько штук, а очереди начинают формироваться аж с 5 утра. При этом заветные полюса достаются далеко не всем. Согласитесь, звучит абсурдно. Законом нам предписано обязательное страхование автогражданской ответственности, но возможность выполнить требования закона усложнена, да нельзя или вообще отсутствует. Помните, пару лет назад на рынке ОСАГО тоже были сложности. Тогда некоторые нерадивые страховые компании пытались навязать дополнительные услуги при продаже полюсов. Долго мы с ними боролись, но в итоге победили. И самые наглые тогда получили серьезные штрафы. А некоторые особо ретивые сотрудники и обвинительный приговор к суда. Помню, как один мой коллега-депутат вступился за тех, кому просто так полюсы ОСАГО не продавали, а вынуждали дополнительно застраховать жизнь, имущество и так далее. Придя в офис страховой компании, он включил камеру мобильного телефона и попросил продать ему полюс ОСАГО без доп. услуг. Ему отказали. Тогда коллега решил обратиться к директору фериала страховой компании, при этом не выключив камеру. Разговор у них не заладился, и директор попросту стал выпихивать посетителей депутата. В общем, заветный полюс ему так и не продали, зато их следующая встреча была уже в зале суда. После долгих разбирательств директор филиала страховой компании был признан виновным по 116 статье Уголовного кодекса. К сожалению, иногда нам приходится прибегать и к таким методам, защищая интересы жителей. И вот очередной вызов. Полюсов ОСАГО как бы нет, но в отдельных офисах, говорят, вам смогут спокойно продать полюс без очереди. В случае, если вы еще чего-нибудь застрахуете, и желательно, чтобы машина была не отечественная и поновее. Повторюсь, но это абсурд, наглость и нарушение закона. Хотя, нас уже сложно чем-то удивить. Узнав о новом витке проблем с приобретением полюсов ОСАГО, я сразу начал действовать. И направил соответствующие депутатские запросы в прокуратуру, управление Федеральной антимонопольной службы и Центробанк. Почему Центробанк? Потому что именно Банк России контролирует теперь соблюдение страховщиками требований закона. А пока ответственные службы проводят проверки, дам вам несколько дельных советов, как вести себя в сложных ситуациях в отношениях со страховыми компаниями. Если вам навязывают дополнительные услуги при оформлении полюса ОСАГО, то помните, что это незаконно и влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере 50 тысяч рублей. О чем в таком случае и нужно напомнить наглому страховщику, пригрозив направить соответствующую жалобу прокуратурой Центробанк. Возможно, увидев вашу подготовленность и настрой, вам сразу пойдут навстречу и договор будет заключен. В противном случае обязательно позаботьтесь о доказательной базе. Тут вам в помощи технические средства, видеокамеры, диктофоны и так далее, и помощь свидетелей. Правда, в последнее время случаев навязывания доп. услуг стало гораздо меньше. Свою роль сыграли и огромные штрафы, введение персональной ответственности и установление так называемого периода охлаждения, срока в течение которого водитель может отказаться от навязанной, ну как бы добровольной, страховки. Этот период составляет 5 рвочих дней, но может быть и увеличен самой страховой компанией. Сегодня же основная проблема – это отсутствие полисов. Поэтому, получив отказ оформлений полиса ОСАГО по причине его отсутствия, нужно незамедлительно подать письменное заявление по установленной форме с просьбой заключить договор ОСАГО. Бланк заявления можно попросить страховой компании, но лучше заранее взять его с собой, скачав из интернета. Один заполненный экземпляр заявления нужно вручить страховщику на другом экземпляре или копии заявления. Представитель страховщика должен поставить отметку о получении – получил, должность, фамилия, инициалы и дата. В течение 30 дней страховщик обязан либо письменно отказать вам в заключении договора ОСАГО с указанием основания отказа. При этом он также обязан проинформировать Банк России и профессиональное объединение страховщиков о таком отказе. Либо все-таки заключить договор и выдать полис ОСАГО. В такой ситуации страховая компания не заинтересована отказывать, да еще и сообщать об этом в Центробанке и профессиональное объединение страховщиков. Ведь в законах оснований для отказа нет. Главное – правильно заполнить заявление и сделать это лучше заранее. Минимум за 30 дней до истечения срока действия предыдущего полиса. Как видите, ситуация непростая, а некоторые особо наглые и сообразительные страховщики придумывают все новые и новые препоны. Хотя, повторюсь, но проблема более чем абсурдная. Нас обязали страховать ответственность, но сделать это оказалось, мягко говоря, непросто. Поэтому решением проблемы должны заниматься все заинтересованные стороны. Прежде всего – представители власти. Мы уже занимаемся и надеемся, что к нам сейчас подключатся и остальные. Тогда и решение не заставит себя долго ждать. А пока пользуйтесь советами и сообщайте о своих успехах в социальных сетях, где найти меня совсем нетрудно. Сергей Пивков. Субтитры создавал DimaTorzok